Привет! В этом видео речь пойдет о том, как разделить видео на эпизоды, создать главы на YouTube, а в создании такого себе интерактивного оглавления для своего крутого ролика. И что самое главное, расскажу тебе, как их использовать для продвижения как твоего конкретного видео, так и всего канала. Так что смотри до конца. Погнали! Не так давно полоса прокрутки в роликах на YouTube перестала быть сплошной. А в чем причина? Причина в том, что YouTube запустил функцию разбивки длинного и не очень видео на эпизоды. Смысловые части видео, которые в большинстве случаев называют главами. Но YouTube говорит, что это все-таки эпизоды. Очень часто они встречаются в плейлистах, на музыкальных каналах, обучающих видео, влогах, о путешествиях. Да ладно, они встречаются везде. Зачем они надо? Так все просто, чтобы облегчить навигацию по видео для зрителя. Ведь раньше нужно было вручную перематывать на нужный момент. А теперь просто можно нажать на определенный интересующий раздел в описании и бегунок автоматически туда переместиться. Правда удобно? Сделать это очень просто. Для того, чтобы активировать эту функцию, в описании к видео нужно указать начальный эпизод, установив тайм-код 00.00. Вот как здесь. И добавить к нему нужное тебе описание. Дальше под которым ты можешь добавить следующий тайм-код и следующее описание. И так нужное тебе количество раз. И в результате ты получаешь полосу просмотра с разбивкой на эпизоды. Если хочешь главы. Такое себе содержание, как в книге. Но в случае с YouTube вместо номеров страниц будет определенный тайм-код. Но YouTube ограничил минимальную длину ролика 10 секундами. Если ты хочешь ставить дефис после тайм-кода, то у тебя он отображаться будет только в описании. А возле полосы прокрутки будут отображаться названия глав без него. Какая польза может быть от эпизодов, кроме удобства навигации для пользователя? А с их помощью можно повысить выдачу твоего ролика в поиске. Я как раз сейчас готовлю развернутое видео о оптимизации ролика для повышения его ранжирования, выдачи в поиске, оптимизации заголовка, описания и ключевиков. Их поиск и подбор короче о составлении семантического ядра, как с использованием вида IQ, так и без него. Подпишись на канал, чтобы его не пропустить. Так как я снимаю фото бэкстейджи с интересными людьми, своего рода фотоинтервью с интересными людьми и показываю, как делаю это я, как и на что снимаю, а также делюсь своим опытом по продвижению своего канала в онлайне со своими ошибками и удачами. Так вот, забегая наперед, рекомендую тебе добавлять в главы твои ключевики для повышения ранжирования, ведь точно не будет бесполезным использование новых функций ютуба. Он это точно оценит. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok